чем отличается сувенирное мыло от натурального мыло сейчас я вам все расскажу и наглядно покажу для того чтобы изготовить сувенирный мыл вручную работу вам пригодится мыльная основа прозрачная мыльная основа вот так выглядит а также вам нужно будет приобрести мыльную основу белую базовая белая основа это сооптимум их сейчас огромное количество вы можете с ними ознакомиться в интернет-магазине для маловаров для того чтобы получить матовый красивый цвет вам конечно нужно будет приобрести белую основу тоже вот у нас матовый цвет так красиво получается далее все что нам понадобится первая основа второе это формочки есть формочки пластик есть силиконовые формочки их сейчас огромное количество это 3d формочки называется мандаринки разные зверюшки цветочки все это получается с помощью вот таких красивых форм для сувенирного мыла для натурального мыла такие формочки не подходит девочки уже спрашивали далее по формочкам хочу вам кое-что сказать есть у нас вот такая вот немножко сложная заливка а если обычная очень легкая заливка я обожаю вот такую заливку но с такой заливку вы тоже можете немножко посидеть пофантазировать а набить руку как можно работать с пипеткой прозрачную основу соответственно мы растапливаем на водяной бане разрезаем на кубики пригодятся вам еще вот такие по стаканчике можно поменьше можно на 100 грамм стеклянные либо вот такие вот кубики разрезали отправляем плавится микроволновую печь либо на водяной бане обязательно следим чтобы не перегреть мыльную основу если перегреть и мыльную основу то на следующий день у вас на поверхности сувенирного мыла появится мелкие капельки это уже товарный лет испорчен и такую мало к сожалению упаковать и подарить кому-то уже нельзя будет далее я очень люблю заливать например одни цветом сувенирное мыло и делать бокс и бокс у меня что натуральный мыло тоже разные варианты добавляю и сувенирное мыло можно залить просто одним цветом сверху можно кисточкой и сухой никой обработать и у вас получится красота делается очень быстро и легко чтобы разнообразить ваш набор чтобы интересно было клиенту вы можете разнообразить свой набор даже если вы изготавливаете только натуральному его ручной работы так с формочками разобрались пластиковые формочки стоит от 65 рублей а 3d формочки они стоят дороже от 300 до 1000 рублей может быть и больше я в основном отдела натуральному ручной работы что касается красители жидкой красители косметические любые подойдут для сувенирного мыловарения производители разного вы можете взять любой производитель наши царствуют красители считается лучшими далее мы можем работать с сухими красителями называется пигменты есть неоновые огромное количество краску найдете в магазине мыловар далее давайте разберемся с натуральным натуральным мылом сейчас этот тренд сейчас все любят натуральное мыло что же нам дает натуральным для того чтобы изготовить натуральным ручной работы нам все-таки понадобится масло жидкие и твердое масло твердое масло это кокосовое баба то есть нам с вами понадобится жидкие масло и твердое масло также щелочь на 3 для того чтобы изготовить натуральным и ручной работы натуральным и ручной работы есть разные варианты есть у нас взбитые мыло ручной работы есть с глиной можем дизайнерской натуральным мыло какое-то сделать есть на вине огромное количество добавок с ними работать я учу на большом курсе по натуральному мыло варенью есть вот такие вот кусочки у меня есть клиенты которые любят вот такие вот большие кусочки то сверху у нас лев и мочалка тоже добавляется и сувенирному здесь есть внутри вот так вот здесь у нас сверху тоже натуральная мочалка очень классно пахнет натуральным мылом любую подушку и эфирное масло мы не можем давать натуральным мыло прежде чем добавить натуральное эфирные масла в мыло вы должны понять нет ли ольги у клиента это самое главное можно сделать киполерген натуральным мыло не добавлять ни отдушек ни красителей ни эфирных масел далее вам понадобится резак для натурального мыла и это необязательно первое время можно обойтись без этого просто берете тонкий нож и резать на кусочки плач вот такая вот церевянная формочка натурального мыла есть еще с силиконными вставками либо на первое время можно обойтись и без этой формочки у нас на кухне есть разные коробки и пластиковые с ними тоже можно поработать как форму как формочка для натурального мыла варенье а когда уже вас затянет тогда уже вы можете приобрести вот такие вот формочки для натурального мыла не очень удобно работать и кусочки получается очень красивыми и компактными далее когда вы режете митр An mano у вас вот такие вот кусочки остаются мне эти кусочки очень нравится я их качестве пробника дарю либо вы можете вот это все красоту собрать это же вот так вот продавать наборах это будет выглядеть очень красиво эффектный и человек может разные варианты натурального мыла испробовать на себе потому что натуральное мыло у нас очищает мягко и нежно за счет этого клиенты к вам будет возвращаться еще и еще что касается сувенирного мыла сувенирного мыла основном очень красиво яркие кусочки и многие клиенты говорят что им очень жалко пользоваться натуральным мылом и они оставляют в качестве декора ванной комнате да есть и такие клиенты в основном но если вы хотите все-таки чтобы клиент возвращался снова и снова вы должны показать и донести что такое натуральное мыло как можно пользоваться натуральным что делать с нашей кожей натуральное мыло до дерматологии конечно против того чтобы мы щелочной продукт использовали для лица но к сожалению я работаю не к сожалению а к счастью работы 8 лет натуральным мылом и я всегда записываю фиксирую себя вот и вы покупатели как действует на кожу лица и тело натуральным это очень хорошая информация нет конечно к сожалению научных фактов как же на самом деле действует на кожу у нас натуральное мыло но отзывы очень хорошие поэтому все это вы можете справить на себе прийти ко мне на мини курс и попробовать сварить только на кокосовом масле натуральное мыло и понять как же работает кстати пенка натурального мыла и сувенирного очень сильно отличается вы можете это попробовать делать сувенирное мыло и натуральное мыло и разница ощутимо у меня даже дети любят только натуральным мыло берут только натуральное мыло я всегда обычно для них для мытья рук делала сувенирное мыло но они почему-то выбирает натуральным и потому что натуральным мылом тоже очень красивые ароматные и защитит ваша кожу и зимой кстати зимой говорят девочка при пользе натуральным мылом у них нет шершавости поэтому девочки надеюсь я вам смогла объяснить чем отличается сувенирное мыло от натурального мыла и преимущество все мои взрослые люди прочитайте дополнительную информацию если найдете грамотную информацию о натуральном мыле к сожалению там все в перемешку даже есть информация в интернете либо придите приходите ко мне на мой курс по натуральному время я вам все расскажу и покажу